Друзья, всем привет! Сейчас хочу вам показать, какие фильтры и их аналоги я использую нынче, так как у нас сейчас в стороне проблема достать нормальные фильтры, и, соответственно, еще и качественные. Ну и так вот, смотрим. Фильтр масла. Это использую на двигатель Perkins. Фильтра довольно-таки неплохо упакована. Можно откручивать головкой. Упаковано хорошо, качественно. Ну и такие я использовал, даже на Тойоте ставлю. Качество меня, в принципе, устраивает. Ну и, собственно, ценник недорогой. Вот такие фильтра использую воздушные. HDF. Это очень недорогие и, соответственно, идут сразу комплектом. Сейчас покажу. Я уже упаковки вскрыл, когда смотрел. Вот. Я их сразу большой портей беру. Сразу внешний фильтр. Вот, соответственно, мы видим. И в комплекте идет внутренний фильтр. Фильтра недорогие. Вот. И, в принципе, заказываю в обычном автомобильном интернет-магазине. Все артикулы этих фильтров я потом продублирую к оповествованию видео. Вот. И еще вот такие воздушные фильтры мне тоже нравятся. SKF. SNK. Вот. Вот даже артикул его видно. Ну, повторюсь, я все артикулы перепишу. Также вот показываю, что нормально упаковано. И в комплекте идет тоже с внутренним фильтром. Ну, цены, естественно, оглашать не буду, потому что у всех они немного отличаются, смотря кто где будет заказывать, чтобы потом не говорили, что цена совсем другая. Вот. Соответственно, недавно менял тоже масло в автомате. До сих пор использую Лукойл АТФ. Брал в этот раз в литрушках, потому что они были для заказа дешевле. Ну, и, соответственно, вот, выбрал именно вот такое масло. При замене использую. У меня, получается, 11,5 литров надо покупать. Ну, соответственно, 12 литров я покупаю масло. Вот. И перешел вот на такие турецкие фильтра. Это вот, виден его артикул. Вот. Он для автоматической коробки передач. Соответственно, JCB. Ну, вот, собственно, что сейчас устанавливаю на свою технику. Аналоги довольно-таки неплохие. Вот. Особенно воздушные фильтра. Я их давно использую. Масляные фильтра. На масле Лукойл езжу с 20-го года. Никаких нареканий на него нету. Я доволен. Ну, и по ценнику оно практически самое дешевое. Вот этот фильтр брал последним в районе там 400 рублей всего. Соответственно, мне как бы нравится. И по ценнику, чем еще хорошо, что фильтр очень тяжелый. Видно, что сделан добротно. Он на самом деле выглядит весьма качественно. Ну, и вот, собственно, и все... По качеству нареканий нету. Ни краска не стирается, ничего. Ну, вот, собственно, вот что пытаюсь устанавливать на свою технику. Ну, всего хорошего. Заходите еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.